Да, господа, вот в такой стране мы и живем. Смотрите, сколько людей собралось, сколько мнений. Настолько интересно. Да, я работаю в сельском хозяйстве, проработал там уже, работаю четвертый десяток лет, конечно, не сто лет, как директор Александр Александрович. Но, тем не менее, работа очень интересная, выживаем, применяем новые технологии. И западных технологий нам не хватает, которые обещали нам купить. И поэтому приходится придумывать все с кондачка, с коленочек, самим. Многие думают, что поехал и купил технику за границей. Нет, не все там продается, такое, которое необходимо для сельского хозяйства. Мы производим эфирные масла, практически те, кто произрастают в России, и поставляем их во все страны мира. Также точно выращиваем и хлеб, и пшеницу, подсолнечник и так далее. И основными критериями затрат у нас, это, конечно, заработная плата, это налоги, которые давят на всех. И это техника, от которой мы платим. Нет инструментов, которыми работать. Да, сейчас здесь хорошие трактора. Сейчас пригнали дорогущие комбайны, которые, конечно, сейчас по многим параметрам, может, опережают наши комбайны. Но мы выбрали комбайн АКРАС. АКРАС 560-й, это наш российский комбайн ростовского производства. Также мы пытаемся делать технологии, которые позволяют сделать в мастерской свою технику, но которая техника, по своим идеям, намного опередила западную технику. Потому что она позволяет сэкономить гербициды, а гербициды это сейчас более 30% всех затрат в каждом сельскохозяйственном предприятии. И поэтому я хочу закончить свое выражение, выражением Билла Гейтса. Он сказал следующее, значит. Если вы хотите решить задачу, то поручите ее американским ученым. Если вы хотите решить трудную задачу, то поручите это индийским ученым. А если вы хотите решить неразрешимую задачу, то дайте ее русским. И они ее решат. Поэтому давайте решим и эту проблему. Спасибо.